Привет, друзья! Вот что я хочу сказать о том, что такое... У нас, значит, профессор Дина Магомедова гениальную статью в своё время написала о том, что такое идеальная деталь и, значит, текст. Какие возникают между ними антагонизмы иногда. Вот это очень интересно. Посмотрите. Вот я, например, сейчас пишу методичку, и там мне надо было написать, что метод ключ многократно проверен в самых разных областях жизни и сферах деятельности, официально узаконен в 87-м году, и можно пользоваться любой психически здоровый человек. При этом я должен был написать ключ метод универсальный и объяснять, потому что подходит для решения любых проблем, независимо от времени и места. Это главный инструмент для антистрессовой подготовки людей к условиям неопределенности, где непрерывно требуется изобретательство нового, так как старые шаблоны могут не работать. И необходимо переключаться на новый уровень мышления, где синтез и анализ информации происходят синергично одновременно, не отрицая друг друга, а создавая новое качество, называемое современной психологией потоком. Чинскен Михаил потоком это назвал, да, когда ты, например, рисуешь или пишешь стихи или музыку, и ты входишь в это состояние, и там растворяешься, и она музыка самольется, тебе только надо записывать ноты, ну и так далее, да, потоком. Но дело в том, что, почему, значит, это универсально, потому что в любом месте и в любое время, место и время, в любом месте, для решения любых задач, почему? Потому что, решая любую задачу, хочешь, не хочешь, всё зависит от твоего состояния мышления, мышление регулируется здесь, вот, основан на вечных, повторяемых везде и всегда механизмах инстинктивных, защитных реакций человека. Это повторяемые колебательные действия, частота которых синхронизирована с динамикой уровня нервно-психического напряжения. А это везде, ты какую бы задачу ни решал, где бы ты ни находился, в космосе или под водой, или в самолёте. Если ты умеешь ими управлять, то ты можешь переходить из состояния, где мышление у тебя синтезирующееся такое, художественное, или учёное, аналитическое, разделяющее всё на части. А здесь оно у тебя в поточном состоянии, синергично, и поэтому ты можешь, и вот когда я это объясняю, вдруг возникает у меня момент, когда я говорю, что здесь очень важно, что вот это состояние потока, в которое человек попадает, и там оно самообрабатывается как надо, и музыка сама льётся, или задача, которую он решает, решается на автомате, потому что синтези-анализ происходит синтекрично. Это я уже добавляю, у Чинского Михаила этого нету, но дело не в этом. Дело в том, что синтези-анализ там протекает единовременно, синергично, не отрицая друг другу, а единовременно, как-то в новом качестве, ещё раз повторяю, это важный момент. И здесь же я хотел, вот сейчас возвращаюсь к статье о денье Магомедова и к профессору, любимого мною, потому что мы вместе в школе учились, она старше была, да, но я с тех пор её знаю и очень люблю, привет, Дина. Так вот, в этой статье же было сказано, как идеальная деталь нарушает иногда картину целую, и как это согласовать. Так вот, я пишу об этом, пишу, и здесь возникает момент, когда я говорю о потоке, и я хочу теперь расширить немножко это понятие и сказать, ну, человек и в нирване, когда сидит в покое, у него состояние потока в нирване. Ну, казалось бы, как это может быть? А дело в том, что когда в поток, когда он в активной деятельности, тогда поточное мышление. А когда то же самое, синтез и анализ, синкретично работают, синергично работают, единовременно работают над обработкой информации в состоянии покоя человека, это нирвана. Вот видите, как интересно, да? И вот это я хотел расширить, и вдруг я вижу, что это выпадает из дыхания основного текста. Вот эта деталь, где я начинаю её развивать, объясняя, она выпадает. Выпадает, конечно, потому что она не увязана, значит, с общим целым, небольшим текстом деталь начинает выпадать, когда я начинаю в неё внедряться, расширять, объяснять и так далее. Поэтому я теперь должен создать новый текст, когда бы эту деталь идеальную, так сказать, в которой всё хорошо прописано, всё пересогласовать, и теперь на одном дыхании написать совершенно другой по качеству текст, на другом дыхании, как говорится, написать, он будет выглядеть немножко по-другому, но тоже будет такой же короткий, но где все эти понятия, смыслы слов, чтобы были вот так доступны и понятны человеку, и не толковались каждым по-своему, а чтобы донести смысл слова, форма уже другая получается. Вот видите, какая интересная работа. Дина, привет тебе большое. Привет, сердечный. Благодаря тебе я нашёл слова, как выразить вот этот текст, о котором я сейчас говорю. Опираясь на твою работу.